Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Вечер добрый. Добрый. Вы Мишу случайно сегодня не видели? Нет. А что? Да мы просто с ним к приятелям на день рождения собирались, а его нет. Ничем не могу вам помочь. Он меня в свои планы не посвящает. Миша! Миша! Что это такое? Стойте! Не закрывайте дверь. Мне свет нужен. Это кровь. Кровь? Ой, на двери кровь. Вы думаете, это кровь? Да я 30 лет проработала медсестрой. У вас телефон, думаю, есть? Есть. Скорее вызывайте милицию. Ой, беда. Беда какая-то. Эта история произошла в середине 70-х в городе Белгороде-Днестровском Одесской области. Пропал Михаил Носов, преподаватель химии в местном сельскохозяйственном техникуме. Он не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь. Хотя, судя по всему, он находился в своей квартире. Обнаруженная на дверной ручке кровь говорила о том, что Носов, вероятно, попал в беду. Вскрывая дверь, работники милиции пришли к выводу, что хозяин заперся изнутри. Оба замка были закрыты. Да еще и цепочка наброшена. Михаил Носов был в комнате. Сидел в кресле, склонив голову на грудь. Выглядело это так, словно мужчина просто задремал. Мертв. На лице погибшего свежие следы от побоев. На левом виске большая гематома. Бровь рассечена. Рана довольно глубокая. Много крови. Она попала даже на брюки. Рядом на столике миска с водой. В левой руке у Носова был зажат мокрый окровавленный платок. Видимо, пытался оказать себе первую помощь, но недооценил серьезность полученных травм. Вскрытие показало, что Михаил Носов умер от кровоизлияния в мозг. Помимо внешних повреждений, были и внутренние. В мозгу в левой височной области, как раз в том месте, где осталась гематома, лопнули несколько крупных сосудов. Ну, я так полагаю, что сам упасть и так удариться он не мог? Да, конечно. У него несколько ударов. Причем с разных сторон. Да. Слева бровь, справа губа, да и зубы шатаются. Значит, версию о несчастном случае мы отметаем сразу, без обсуждения. Было ясно, что Михаила Носова кто-то избил. Эксперт установил, что смерть наступила не более чем за 15 часов до того, как нашли тело. Он потерял сознание и, не приходя из себя, ночью умер. Значит, передрягу он попал накануне? Да. Травмы свежие. Угу. Ну, спасибо. Заключение будет сразу ко мне? Конечно. Осмотрев квартиру погибшего, следователь Нестор Головин пришел к выводу, что драка произошла за ее пределами. Подтверждением тому были прежде всего пятна крови на внешней стороне двери. То есть домой он вернулся уже избитый. К тому же никаких следов борьбы в самой квартире не было. Ну, драка произошла на улице. Наверное, на пьяное хулиганево дворе нарвался. Да не думаю. Вон на столе часы лежат. Носов в них пришел. А потом снял. Чтоб в миски не замочить. И шо? А не шо. Шпана на людей нападает, когда у них на бутылку не хватает. Так вот, часы сняли бы в первую очередь. Угу. Угу. Вот это, наверное, его пальто. Ну, где ты видел грабителей, которые не позарились бы на бумажник с такими деньгами? Нигде. Ну, ты, Яна, за что? Не, Саш. Это не ограбление. Здесь другой мотив. На, приобщи к делу. Угу. Хорошо. А дед Носов был так, словно вернулся с собственной свадьбы. Новый костюм, импортный галстук, белая рубашка под запонки. Правда, с левого рукава запонка исчезла. А вот на правом осталось. И это была не какая-то бижутерия, а настоящая золотая вещь весьма тонкой работы. Не могли же грабители забрать одну запонку, а вторую оставить? У этого преступления определенно был какой-то иной мотив. А запонка, скорее всего, была сорвана в драке и утеряна. Запонки изобрели французы. Еще в 17 веке, во времена правления Людовика XIV. Все эти годы запонки были, да и сейчас, остаются символом изысканности и элегантности. Мужчина, который хотел выглядеть стильно, обойтись без этого аксессуара не мог. Производились запонки на любой вкус и любой карман. Среди них были настоящие произведения искусства из золота 750-й пробы, инкрустированные драгоценными камнями. Частично восстановить картину событий субботнего вечера помог дворник Юрий Борисович. Он видел, как Михаил Носов заехал во двор на своем красном запорожце. На часах в тот момент было около девяти вечера. Когда водитель вышел из машины, чтобы открыть ворота гаража, к нему подошел какой-то мужчина. Похоже, он ожидал Михаила, сидя в сторонке на лавочке. Лица этого человека дворник не разглядел. Мужчины поздоровались. Они определенно были знакомы и вместе зашли в гараж. Машина осталась стоять снаружи. Что происходило дальше, Юрий Борисович не видел. Он закончил свои дела во дворе и ушел в дом. Автомобиль остался стоять на пятачке перед гаражом. Внутрь Носов его так и не загнал. Вероятно, не до машины ему было. Ключи от гаража нашли в квартире. И когда сыщики подошли к гаражу, машина так и стояла возле него, открытой. Ну что здесь? Вроде лаком пахнет. Точно лак. И по краям кто-то потоптался. Мы внимательно осмотрели вещи убитого, и на ботинках следов лака нет. Это, скорее всего, потоптался тот, кто его бил. Очень может быть. Очень может быть. Это что у нас? Вот это машинное масло или кровь? Кровь. Машинное масло намного темнее. Ну, вот и я думаю, что кровь. Понятно. О! А вот и наша потеряшка. Запонка, что ли? Запонка, Петя. Только это не просто запонка. Это, можно сказать, свидетель преступления, который все видел, но молчит. Оформи как вещдок. Стой, 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 стой. Ну, что ж? Ниточка прицепилась. Шерстяная. Разве это шерсть? Шерсть, Петя. Когда ваша жена увлекается вязанием, вы научитесь отличать ангору от махера. Нестор Иванович. Даже невольно, да. На носове не было ни одной шерстяной вещи. На носове не было. А вот на том, кто его бил, похоже, была. Ниточку тоже на экспертизу. Узнаем о ней побольше. Эта улика, маленькая золотая запонка, зацепившаяся за ножку нитью, впоследствии станет одним из ключевых вещественных доказательств в этом деле. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Скажите, а вы что-то можете сказать о Михаиле Носове? Носов с соседями почти не общался. И уж тем более не посвящал их в свои планы. Куда именно Носов ездил в тот день, Юрий Борисович не знал. Но кое-какие догадки у людей были. Малолетке своей, наверное, катался. Какой малолетке? А я не знаю, как ее зовут. Роман, у Миши, со студенткой. Он местным техниками преподавателем работает. Ну, вернее всего, в этот день он был у нее. Суббота, как-никак. Но иначе куда? Точно у нее был. Угу, ясно. Ну, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. В субботу в техникуме занятия были. Но у Носова это был методический день. Фактически выходной. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Головин. Здравствуйте. Пересаживайтесь. Но, как выяснили сыщики, на работу он зачем-то заезжал. В первой половине дня просидел минут 20 у своего приятеля, преподавателя физкультуры Леонида Поличенко, а потом уехал. Зачем он в субботу заезжал в Носов? Подал пять. В свой законный выходной. Да еще и в парадном костюме. Поличенко узнал о смерти Носова еще до приезда следователя. Было видно, что эта новость его опечалила. Но Головин чувствовал, что это не единственная причина неразговорчивости физрука. Может, он сюда заезжал за своей девушкой? А вы не знаете. Ну, в общих чертах. Ну, я не хотел об этом говорить. Раз уж вы в курсе, да, за ней заезжал. Но приехал раньше и пришлось ждать, когда у Тани закончится урок. И о чем вы болтали? Если не секрет, конечно. А Татьяне? Ну, он говорил, а я слушал как-то так. Ну, хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да? Татьяна Киржакова? Да. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Татьяна Киржакова. Так звали юную возлюбленную Михаила Носова. 18-летняя студентка техникума училась на четвертом выпускном курсе. Девушка выглядела подавленной. И, как показалось Головину, чего-то очень боялась. Скажите, Татьяна, вы встречались с Михаилом Носовым в субботу? Да, он меня после занятий забрал. Вы куда-то ходили? Ходили в кино, а потом в кафе пирожные ели. Потом я попросила отвезти меня домой. Я простудилась и не очень хорошо себя чувствовала. А в котором часы вы расстались? Ну, около девяти. Приблизительно в это же время, по словам свидетеля, Носов вернулся домой. Ага. Скажите, а как далеко вы живете от Михаила Носова? Да... Минут десять езды. Не больше. Минут десять. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. В рассказе Татьяны не было ничего, что могло бы вызвать подозрения. Все стыковалось. Головин никак не мог понять причину ее страха. Но когда сыщики стали разбираться детальнее, то сразу поняли, чего так боялась девушка. Дело в том, что ее отец, Захар Кержаков, был, мягко говоря, не в восторге от того, что его 18-летняя дочь связалась с 40-летним мужиком. Саму Таню он, разумеется, ни в чем не винил. Считал, что ей просто запудрили мозги. Кержаков несколько раз приходил в техникум, требовал, чтобы Носов держался от Татьяны подальше. Обычно конфликт ограничивался криком. Но месяц назад дошло до рукоприкладства. Поскольку Носов игнорировал все требования Кержакова, возмущенный отец пошел на крайние меры. Он встретил Носова в парке, когда тот шел с работы. Я говорил тебе, Танюшу оставить в покое. Ты что, совсем обалдел, что ли? Имя! Последний раз говорю. Еще раз подойдешь к моей дочери, вырву ноги с корнями. Ты меня понял? Да понял, я понял. Все это произошло при свидетелях. Носов мог легко призвать Кержакова к ответу, но подавать в милицию заявление на отца своей девушки Михаил не стал. Может, у вас помочь? Все в порядке, спасибо, спасибо. Все в порядке. Разумеется, Захар Кержаков сразу попал под подозрение. К тому же он подходил под общее описание, составленное свидетелем, который видел преступника возле гаража Михаила Носова. Рост чуть выше среднего, крепкого телосложения. В своей квартире найден мертвым учитель химии сельскохозяйственного техникума Михаил Носов. Мужчина был жестоко избит. Следователь предположил, что потерпевший пытался сам себе оказать помощь, недооценив полученные травмы и скончался от потери крови. Дворник видел, как накануне вечером Носов с неизвестным мужчиной вошел в свой гараж. Именно там Михаила избили. Под подозрение попадает отец девушки, которому не нравилось, что 40-летний преподаватель встречается с его 18-летней дочерью. Несколько месяцев назад он уже пытался разобраться с Михаилом при помощи кулаков. Где вы были в субботу? В Одессу ездил. Зачем? Зател в ремонт, хотел по хозмагазинам пробежаться. А когда вы домой вернулись? Поздно, около 10. А как такое может быть? Автобус из Одессы до Белгорода-Днестровского уходит в начале 8-го? Знаю, теперь уже знаю. Я додумал в начале 9-го. Пришлось идти на трассу, на попутках добираться. Номер вы, конечно, не запомнили. Нет, помню ЗИЛ 130-й был. Водитель рассказывал, получил машину из Одессы, в совхоз себе гнал. Грузовик не новый. Ну, отдали на село добивать. Понятно. А куда он ее гнал, в какое село? Он мне рассказывал, да я не спрашивал. А у вас есть какое-то подтверждение чеки с магазинов? Да, секундочку. Пожалуйста. Толя, это надо будет проверить. Производство кассовых аппаратов в Советском Союзе наладили в середине 30-х годов. Но массовое распространение они получили только в 60-х, 70-х годах. В то время кассовые аппараты управляли с помощью ручки на корпусе. Чтобы произвести операцию, ее следовало провернуть. Более поздние модели оснащались электромотором. Кроме суммы, аппарат мог выбить номер отдела, а также специальную кодовую букву. История Киржакова о возвращении домой на попутке была похожа на вымысел. На самом деле мужчина вполне мог вернуться домой на последнем автобусе и в половине девятого вечера поджидать Носова у его гаража. Скажите, это ваш свитер? Да, мой. Вы разрешите? Да, конечно. Петя, свитер на экспертизу. Гражданин Киржаков, вы задерживаетесь по делу гражданина Носова. Вам придется проехать с нами. Одевайтесь. На следующую ночь произошло событие, которое заставило следователя посмотреть на дело под другим углом и усомниться в том, что он правильно определил мотив преступления. Кто-то вломился в дачный домик Носова и разгромил его. Дача досталась Михаилу в наследство от родителей. В эти выходные там находилась его сестра Елена вместе с мужем. А на следующий день, после того, как они уехали домой, соседи сообщили, что дачу ограбили. Грабитель разбил оконное стекло, отодвинул задвижку и открыл окно. Именно так он попал внутрь дома. Осторожно, не топчи здесь следы крови. Наверное, он руку порезал, когда залазил. Весь дом был перевернут вверх дном. А тут что? Нет, это все не то. Взломщик обыскал даже печь. Все дверцы были открыты, пепел вывернут на пол. Но что странно, в доме, по словам Елены, ничего не пропало. А здесь и не было ничего. Я имею в виду ничего ценного, такого, что можно было бы украсть. Кто же тогда искал грабитель? Даже не представляю. Ой, смотрите, у вас пуговица оторвалась. Что ты, ёрк, макарёк? Давайте я пришью. Давайте. Да, нет, спасибо, я сам. Благодарю. Это было очень необычное преступление. Проникновение со взломом без ограбления. И всё это через несколько дней после смерти хозяина дачи. Может быть, просто совпадение? Могли ребята из соседнего села похулиганить? Может, и совпадение. А может, и нет. Но если эти два преступления связаны между собой, то мы ищем убийцу не там. А что, если у Носова было что-то ценное? Какая-то вещь, на которую претендовал ещё кто-то? Ну, теперь порядок. Если между убийством Носова и разгромом его дачи действительно существовала связь, задержанного Захара Киржакова следовало немедленно выпустить из-под стражи. Во-первых, его мотив был нематериальный, а во-вторых, вломиться на дачу он просто не мог. Потому что в ночь, когда это случилось, Киржаков находился в камере временного содержания. Рассказ Киржакова о том, как он в день убийства Носова добирался домой на попутки, решили проверить. Выяснилось, что один из автотранспортных парков Одессы действительно списал несколько старых машин. Последнюю из них забрали в субботу. Она уехала на юг области, в село Софиевка. Сыщики встретились с водителем этой машины. О, любишь кататься, любишь и саночки возить? Как-то так. Здравствуйте. И вам. Следователь Головина с прокуратуры. Да. Так это что, 130-й? Он самый, родимый. Так вы и перегоняли ее из Одессы? Ну, конечно. Скажите, а вы подвозили кого-то из Одессы до Белгород-Днестровского? Нет. Нам запрещено убрать пассажира. Дорогой мой человек, вы понимаете... Нестор Головин пояснил, почему ему важно знать правдивый ответ на этот вопрос. И пообещал сохранить ответ втайне. Так был пассажир? Ну, был один. Попросился на автобус, опоздал. Ага. Скажите, пожалуйста, это он? Он. Он. Вы хорошо рассмотрели? Точно, точно он. Точно он? Точно он. Ну, хорошо. Спасибо большое, вы нам очень помогли. Не ломайтесь больше. До свидания. История, которую сыщикам рассказал Захар Киржаков, полностью подтвердилась. Кроме того, криминалисты изучили ниточку, которая прицепилась к запонке убитого. Это была чистая шерсть. А свитер Киржакова был связан из ниток на треть, состоящих из синтетики. Да и цвет не совпадал. Все это означало, что Киржаков не виновен. Версия о том, что покойный имел с кем-то конфликт на материальной почве, стала основной. Оставалось только узнать, с кем именно. Нестор Головин рассчитывал, что найти ответ на этот вопрос ему помогут друзья убитого. Дмитрий Селиванов был знаком с Носовым с детства. Это он поднял всех на ноги, когда Михаил перестал отвечать на телефонные звонки. СТУК 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 Да. СТУК СТУК На. Добрый день. Товарищ Иванов, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Извините. СТУК СТУК У Дмитрия были предположения насчет того, кто мог стоять за убийством его друга. Вы знаете, я не удивлюсь, если это дело рук его студентов, нынешних или бывших. Что, Миша был таким строгим учителем? О мертвых плохо не говорят, но это особый случай. Миша, скажем так, был избирательно строгим. По словам Дмитрия, Носов выбирал слабых студентов и осознанно заваливал их на экзаменах. Так что людей, желающих мести, могло быть предостаточно. И у тех студентов, на которых пал его выбор, шансов пересдать экзамен без подаяния не было. А так что же, он деньги со студентов требовал? Нет, не требовал. Они сами ему их несли. Да и не только деньги. Ведь не у всех они есть. Ну да, конечно. Прошлой весной студентов Михаила Носова видели на его дачном огороде. Преподаватель проявлял изобретательность, когда речь шла о поиске альтернативных способов сдавать хвасты. Проверить эту информацию можно было только в самом техникуме. Руководство учебного заведения, разумеется, заявило, что Носов никаких податей со студентов не брал. Извините. Немножко решил размяться, пока вас ждал. Скажите, вам что-то известно о том, что Михаил Носов брал подати со студентов? Вы опять такое спрашиваете, что не хочется об этом рассказывать. Но если это поможет делу... Дело в том, что Мишу шантажировали. Да? А кто? Тут есть двое раздолбаев. Я не знаю, как они доучились до третьего курса. Их успехи были только у меня на физкультуре. Баличенко рассказал, что двое студентов были теми счастливчиками, которые пахали в огороде Носова прошлой весной. А если он откажется ставить зачет? Да не откажется. Уверен? Конечно. Михаил Юрьевич, а мы вас ждем. Постойте. В чем дело? Что вам нужно? Я спешу. Завтра на перемене меня найдете. Да мы вас уже нашли. Если кто-то не хочет получить внос, то будет слушать внимательно. Мы больше не будем работать у вас на даче. А зачет вы нам поставите просто так. Иначе будут проблемы. Понятно? Носов, конечно же, хотел выбраться из передряги целым и невредимым. Потому быстро согласился на требования шантажистов. А чем дело закончилось? Я не знаю. Миша испугался, сболтнул мне. Потом на эту тему мы не говорили. Однажды он сказал, что как-то решил этот вопрос, но как, в подробности не вдавался. Раз студенты работали у Носова на даче, значит, дорогу туда знали. Правда, что именно могло их там интересовать, тоже оставалось загадкой. Об Александре Швецеи, Романе Левицком, так звали юных любителей легкой наживы, тут же навели справки. Оказалось, что Левицкий так и не сдал зимнюю сессию, был отчислен и отправился домой. В село на другом конце Одесской области. Швец еще учился, но, видимо, тоже собирался вылететь на следующей сессии, поскольку уже неделю не ходил на занятия. В субботу на Лиман поедем? Александр Швец серьезно увлекался борьбой. Если занятия в техникуме он прогуливал без зазрения совести, то тренировки не пропускал. Его перехватили, когда он выходил из спортзала. Смотри. Пойдем. Александр! Нет, вы ошиблись. Лежать! Далеко не убежал. На допросе Швец заявил, что Михаила Носова никогда не шантажировал и ничего у него не требовал. Я вообще не понимаю, о чем вы меня сейчас спрашиваете. Не понимаете? А чем вы занимались в минувшую субботу? Дома сидел. Дома сидел. Какая грозная штука. Такое можно и человека убить, а, Швец? И почем мне знать? И вообще я больше ничего говорить не буду. Значит, в молчанку играем. Нет, просто я не понимаю, что вы от меня хотите. У следствия были причины подозревать Александра Швеца в нападении на Михаила Носова. Но улик против парня не было. Уведи его. Вскоре к великому разочарованию сыщиков выяснилось, что их и не могло быть. Оказалось, что Александр Швец в свободное от учебы время промышляет разбоем и всегда носит с собой кастет. Именно поэтому парень оказал сопротивление при задержании и молчал на допросе. В ту субботу, когда был избит носов, Швец находился на другом конце города. Вместе с приятелем они подкараулили в парке одинокого прохожего. Сбили его с ног, забрали часы и бумажник. Но действовали грабители очень непрофессионально. Жертва увидела их лица. Были составлены фотороботы. Они висели в каждом районе, благодаря чему Головин, собственно, и узнал, что поймал не своего, а чужого преступника. Следствие снова зашло в тупик, но вскоре преступник сам подсказал, как выйти на его след. В милицию поступило сообщение о том, что кто-то пытался проникнуть в квартиру Михаила Носова. Что вы там делаете? Сейчас милиция приедет. Алло, милиция? Срочно! Здравствуйте! Здравствуйте! Это вы нам звонили? Да. Ну и что тут у вас? Вот, ограбление. Угу. И в котором часу это произошло? Около одиннадцати. Около одиннадцати. Ну да, домушники в это время как раз работают, когда все на работе. Да нет, Саша. Домушники обычно замки открывают. А наш с Ломиком пришел. Не, здесь работал не профессионал. Анастасия... Максимовна. Максимовна, скажите, а лица грабителя вы не запомнили? Нет, нет. Он сразу убежал вниз. Кстати, лицо у него было закрыто воротом свитера. Свитера? Да. После упоминания о свитере Головин был почти уверен, что Анастасия Максимовна видела именно того человека, который избил Носова, а потом вломился на его дачу. Очевидно, там он не нашел того, что искал, и теперь попытался перенести поиски в квартиру своей жертвы. Но неудачно. Вот что, ребятки, я думаю, что ключ к раскрытию нашего преступления кроется именно за этой дверью. И нам надо узнать, что именно хотел найти преступник в квартире Носова. В своей квартире найден мертвым учитель химии сельскохозяйственного техникума Михаил Носов. Мужчина был жестоко избит. Следователь предположил, что потерпевший пытался сам себе оказать помощь, недооценив полученные травмы и скончался от потери крови. Через несколько дней неизвестный влез в дачный домик Носова, а еще через день кто-то попытался открыть его квартиру. Сыщики поняли, что убийца что-то ищет. Чтобы разобраться в мотиве убийства, необходимо определить, зачем охотился преступник. Получив санкцию, сыщики отправились на квартиру Михаила Носова. Оперативники заглянули во все шкафы, перелистали все книги на полках, осмотрели все коробки и ящики. Ничего. Да мы здесь ничего не найдем, Нестор Иванович. Но мы в прошлый раз здесь все хорошо осмотрели. Ну а вдруг не все. Смотрите, внимательно смотрите. Ребят, может кто чаю хочет? У меня с ромашкой. Нет, спасибо. Если без ромашки, можно было. Но тебя не угодишь. А матрас-то новый. И что? А то, что в одном месте он распорот, а потом опять зашит. Ткань просто так в этом месте порваться не могла. Точно. А ну-ка давай посмотрим. А ну подержи. Где-то он что-то так. Опа. Ого. А это еще что такое? Это? Ёк-макарек. Так это ж царские червонцы. Причем золотые. Тут, наверное, целое состояние. Наверное. Стал ясен мотив преступления. Но чтобы продвинуться дальше, следователю предстояло выяснить, откуда эти монеты взялись у Носова. И кто знал о том, что он хранит в квартире такое богатство. Под царским червонцем обычно подразумевают золотую монету конца 19-го, начала 20-го веков. Номиналом 10 рублей. Отчеканенную во времена, когда Российской империей правил Николай II. Это была совсем небольшая монета, диаметром чуть больше 2 сантиметров и весом почти 8,5 грамм. До начала Первой мировой золотые монеты ходили свободно. Многие люди охотно меняли их на бумажные деньги, считая ассигнации более удобными в обиходе. Сыщики снова опросили друзей и родственников Михаила Носова. А, Елена, присаживайтесь, пожалуйста. Все они о золотых царских червонцах слышали впервые. Но сестра убитого, Елена, догадывалась, как они могли попасть в руки ее брата. Дело в том, что прошлой осенью Миша разбирал старый особняк. Он хотел баню на даче построить, а стройматериалы и сами, знаете, в дефиците. И тут подвернулась возможность. Так что, он разбирал дом в буквальном смысле? Да, оконные рамы, двери, деревянные балки между этажами. Многое можно использовать повторно. Мне кажется, что разбирая где-нибудь перекрытие, он мог наткнуться на тайник, оставленный старыми хозяевами. Угу. Скажите, а он работал сам или с помощником? Ему приятель с работой помогал. Леня Поличенко. Леня Поличенко? Учитель физкультуры. Эта информация очень заинтересовала следователя. Появилась новая версия. Двое приятелей нашли клад и не смогли его поделить. Главин навел справки о Леониде Поличенко. В детстве увлекался боксом, но звезд с неба не хватало. Должность преподавателя физкультуры стала вершиной его карьеры. В свои 30 он был неженат и проживал в общежитии. Криминального прошлого не имел. Если не считать того, что в подростковом возрасте у него был один привод за мелкое хулиганство. Последние несколько дней Поличенко не появлялся в техникуме. Там сказали, что он приболел. А Главин для себя отметил, что в то утро, когда кто-то пытался вломиться в квартиру Носова, Поличенко отсутствовал на работе. Здравствуйте. Разрешите? Леонида Поличенко застали дома в общежитии. Он и правда взял больничный. Хотя вид имел вполне здоровый. А что это у вас с рукой? А, это чепуха. Оббитый кафель в душу порезался. Главин вспомнил о каплях крови на полу на даче Носова. Преступник тогда порезался о кромку битого стекла, когда лез через окно. Порез на руке Поличенко был еще одним аргументом в пользу версии о том, что тем преступником был именно он. Это ваше? Свитер, да, мой. Мистер Иванович. Ну-ка, подержи. Ну-ка, что это у нас тут? В запонке убитого застряла серая шерстяная нить. Свитер Поличенко был точно такого же цвета. Когда же Головин увидел на рукаве зацепку с оборванной нитью, то сразу понял – он нашел того, кого искал. Гражданин Поличенко, одевайтесь, поедите с нами. Криминалисты сняли отпечатки пальцев Леонида Поличенко. Они совпали с отпечатками, найденными на даче убитого Носова. В общежитии изъяли пару ботинок. На подошве одного из них остался лак, который обнаружили в гараже убитого. Ну что ж, гражданин Поличенко, экспертиза установила полную вашу причастность к этому делу. Так что, я думаю, отпираться бесполезно. Я думаю, чистосердечное признание суд учтет. Так это вы поджидали Носова у его гаража? Да, я. А потом вы его убили? Я его не убивал. Во всяком случае, я этого не хотел. Надеясь на максимальное смягчение приговора, Поличенко согласился рассказать всю историю в деталях. Все началось полгода назад, осенью. Миша, иди бегом сюда. Супер. Ух ты, елки-палки. Откуда это вообще? Прямо здесь нашел. Ушлый Михаил Носов сразу прибрал клад к рукам и взял все хлопоты, связанные с продажей золота, на себя. А сейчас их нужно спрятать. А где? Ну, у меня, разумеется, у тебя же нельзя. Общака есть общака, ты же сам понимаешь. Ну, да. Время шло, пролетела осень, за ней зима, а Носов все никак не мог найти покупателя. Что и неудивительно, поскольку нужных связей у него не было. Поличенко нервничал. Он боялся, что Носов решил оставить все золото себе. Спустя шесть месяцев физрук решил, что больше ждать не может. В ту злополучную субботу Носов приехал в техникум, чтобы встретить после занятий Таню Киржакову. Привет. Но Поличенко больше не верил своему приятелю. Он понял, что тот даже не собирается с ним делиться. В тот же день вечером физрук дождался, пока Носов вернется домой. Он встретился с ним в гараже. Что ты делаешь? Тебя ждал? Зачем? Поговорить? Ну, заходи раз поговорить, сейчас свет выключи. Говорить было уже не о чем, так что Поличенко сразу пустил в ход кулаки. Он был уверен, что Носов заявление в милицию писать не станет. Ой, хвоя! Я хочу получить свою половину прямо сейчас. Не выйдет. Тебя добавить? Все равно не выйдет. Я монеты на даче спрятал. Там сейчас сестра сидит с мужем, они там и гуи переклеены до вторника. Как сошел? Я сейчас не найдусь. Да не найдут, я их в печь спрятал. Они туда не полезут. Хватит. Хорошо. Но в среду мы вместе едем туда, и ты мне мое отдаешь. Идет? Идет. Было бы за чего так нервничать. Теперь сыщикам стало понятно, почему Носов не поехал в больницу. Медики сообщили бы в милицию, что к ним обратился пациент с побоями. А Носов, в поле зрения стражей порядка, попадать не хотел. Когда Поличенко узнал о смерти Носова, то сильно испугался. В его голове крутилась мысль о побеге. Но куда бежать без денег? И тогда он решил все же завладеть золотом. Дождался, пока дача Носова опустеет, и ночью проник в дом. Вот гад. Лживая тварь. Проникнуть в квартиру Михаила Носова Поличенко не удалось. Зато удалось помочь сыщикам. Поличенко, по сути, сам подсказал головину, где искать мотив преступления. Суд поверил в то, что убийство Михаила Носова было непреднамеренным и квалифицировал преступление как нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшему. Также суд признал Поличенко виновным в попытке совершения двух краж с проникновением. В итоге Леонида Поличенко приговорили к семи годам лишения свободы. Он отсидел весь положенный срок. В колонии с Поличенко произошел несчастный случай. Как-то работая на деревообрабатывающем станке, он лишился трех пальцев на правой руке. Когда бывший физрук вышел на свободу, устроиться на прежнюю работу ему уже не удалось. Поличенко перебрался к родственникам в Винницу, где до пенсии работал охранником в пункте проката прогулочных лодок. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Тут пересидим. Страшно. Пацаны говорили, что здесь мертвяки ходят. Мертвяки ходят. Мертвяки ходят. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шел дождь и дул порывистый ветер. Чтобы не попасться на глаза патрульным, ребята решили пересидеть непогоду в заброшенных катакомбах. Не пройдет и часа, как испуганные дети сами прибегут в отделение милиции. Деддомовцы расскажут, что видели, как какой-то человек спрятал в катакомбах тело мужчины с изуродованным лицом. На место выехал следователь Валентин Николаевич Толстых. Вот здесь. Вот. Зацепки есть? Пока глухо, голый, лицо обезображено кислотой. И по всему его сюда привезли уже удушенным. И, скорее всего, леской. Угу. Ребятки, вы дядьку, который тело сюда приволок, опознать сможете? Нет, темно было. Но у меня там что-то с рук выпало. Практикант. А ну глянь, где малец показывает. А может, ты мертвяк был? Угу. Не дрейфь. Мертвецы такими зажигалками папиросы не подкуривают. Зажигалка, которую уронил мужчина, была металлической. На ней была изображена птица и выгравирована надпись. А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Ил. Александр, ваше тело сюда так просто не дотащишь. Проверю выхода в катакомбы. Может, следы от протектора автомобиля остались. Но оперативникам не повезло. Сильный ливень уничтожил абсолютно все следы на дороге, поведущий к катакомбам. Чем порадуешь, Михалыч? По горячим следам хотелось раскрыть. У него шрам. Значит, была операция на сердце. Примерно год назад. Но есть интересная деталь. Судя по тому, как сшиты артерии до операции, у него была ишемическая болезнь. Инфаркт мужика должен был грохнуть. Понятно. Как же так, Екатерина Васильева? Ну, что вы здесь развели, а? Так это же не наши перевозили. Ну, вы же должны были за этим следить. Или Пушкин. Извините, можно? Да. Мне сказали, что здесь я могу найти хирурга Павловского. Это я, но на сегодня прием окончен. Или у вас что-то срочное? Александр Шевченко. Произошло убийство, и один из ваших пациентов сейчас у нас в морге. Мы хотели бы знать его имя. Фотографии есть? Оперативник уточнил, что по заключению патологоанатома операцию на сердце убитому проводили около года назад. Вот видите? Мы недавно переезжали, и при переезде были потеряны истории болезни. И как нам быть? Давайте мы подготовим вам список всех, кого оперировали в прошлом году. Идет? Идет. Как будет готово, мы вам сообщим. Договорились. Вот мой номер. В списке, который передали из кардиологического отделения, было четыре фамилии. Инженер Денис Торонько, водитель Андрей Попков, ювелир Марк Липман и художник Василий Заречный. Сначала оперативникам удалось разыскать граждане Торонько и Попкова. Оба живы и здоровы. Оперативникам осталось поговорить еще с двумя пациентами кардиологии, Липманом и Заречным. И что у нас на завтрак? Блинчики с творогом и изюмом. И компот из сухофруктов. Таня, а нормальной еды у нас нет, что ли? Ну что за сладкий стол? Что доктор прописал, то и готовлю. А может ты яичницы на сале захотел? Да. Ха, забудь. Вы кто? Я из милиции. Александр Шевченко. Липман, Марк Липман. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу хочу сказать, что у нас все документы с Таней по эмиграции в порядке. Хорошо, только я по другому поводу. Мы убийство расследуем. Чье убийство? Хороший вопрос. Это как раз мы и пытаемся выяснить. Сейчас опрашиваем всех, кто оперировался у доктора Павловского. Я хотел бы вас попросить, не вызывайте нас, пожалуйста, официальной повесткой в милицию. Нам перед отъездом лишние проблемы не нужны, сами понимаете. Здесь соседи. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете приехать к нам на дачу, мы всегда здесь. Да, но дачу мы уже продали, хотя новые хозяева позволили нам здесь до отлета пожить. А если не секрет, почему решили из страны улететь? У нас девять месяцев назад погиб сын. И мы решили переехать в чужую страну, чтобы начать все заново. Может быть, там получится забыть весь этот ужас. Да. Примите мои искренние соболезнования. Осталась еще одна небольшая формальность. Мне бы посмотреть на ваши документы. Танюш, принесешь? Да, конечно. Угощайтесь. Спасибо. Вот, пожалуйста. У нас на руках визы, а советские паспорта у нас уже забрали. Желающих эмигрировать из СССР называли отщепенцами и предателями, клеймили на трудовых собраниях, увольняли с позором с работы и лишали права занимать государственную квартиру. Израиль в 70-е стал страной наиболее массовой эмиграции советских граждан. Чтобы получить право на выезд в Израиль, необходимо было доказать существование еврейских корней. Затем получить вызов от вымышленных родственников, обосновать в Авире желание воссоединиться с семьей, дождаться своей очереди на приобретение авиабилетов, а после получения выездной визы отдать советский паспорт. Вместо него выдавали визу, простую бумажку с фамилией, фотографией и датой выезда. С дачи Липманов оперативник поехал по адресу прописки художника Заречного. Но Василия дома не было. Соседка рассказала, что художник преимущественно жил в мастерской. Я из милиции. Ищу Василия Заречного. А его нет. Он делся куда-то. Что значит куда-то? Ну, я раз в три дня прибираюсь у него. И последний раз я его видела в воскресенье утром. Так. Может, беда какая случилась с ним. Видите, гадюшник какой здесь. Но сам Василий Михайлович очень аккуратный человек. Вы сами здесь ничего не трогаете? Нет, ничего не трогаю. Отлично. Дайте мне, пожалуйста, тряпочку. А сами можете в это время где-нибудь отдохнуть. Здесь ничего нельзя трогать. Хорошо. Через 15 минут в мастерскую Заречного приехали следователь Толстых и криминалисты. Продолжение следует... Там во дворе его автомобиль. Осмотрите. Хорошо. Кого из его родных можно найти в городе? Ой, бывшая его бросила и в Ленинград смоталась. Родители Василия Михайловича умерли давно. Из друзей только друзья художники. В Тагануроге у него больше никого не было. А враги? Один точно есть. Зоя Укупник рассказала следователю, что две недели назад художнику пришел какой-то незнакомый мужчина. Ну как ты? Не хуже вашего. Мразь ты, Вася. Только мне не втирай. И ради чего? Да ты сам молол языком всякую антисоветчину. Сам виноват. Двадцать лет коту под хвост. Ты понимаешь? Ты мне всю жизнь испортил. Я всю жизнь в тюрьме. Двадцать лет. Я сейчас... Ты понимаешь? Бабуля, не кипишуй. На первый раз этот отброс свое получил. Еще пожалеешь. Я хочу, чтобы ты испытал на своей шкуре то, что пережил я. Топай, топай. Пока снова не загребли. А я его хорошо запомнила. У него морда такая противная. Осмотрел. Я автомобиль Заречного. И обнаружил в багажнике целлофан. Со следами крови и азотной кислоты. Отпечатки есть? Стер. Окурки возьмите на экспертизу. Хорошо. Может, на них найдете отпечатки такие же, как на зажигалке. На окурке сигары обнаружили отпечатки пальцев. Предположительно, художника Заречного. Они не совпали с пальчиками на зажигалке, которую нашли на месте преступления. На колесах москвича эксперты нашли частицы грунта, идентичного по составу грунту возле катакомб. Таким образом, версия следствия о том, что тело вывезли из мастерской на автомобиле художника, подтверждалась. Кровь, обнаруженная на целлофане в багажнике автомобиля, была той же группы, что и у Заречного. О том, что убит именно Василий, говорили и выводы судмедэксперта. На пальцах мужчины, найденного в катакомбах, обнаружили следы меди. И медные пластины, и азотная кислота использовались в технике создания гравюр. Профессионалы называют их афортами. Заречный был афортистом. Нашелся и гравер, который наносил надпись на зажигалку, которую убийца обронил на месте преступления. По журналу учета заказов выяснили, заказчика зовут Михаил Сытник. Михаил работал в худпроме. Он не захотел говорить со следователем на своем рабочем месте. Вы уж извините, но там у нас, как говорится, у каждого ушки на макушке. Ничего страшного. Да. Мы сейчас расследуем убийство Василия Заречного. Васю убили? Два подростка, спустившись в таганрогские катакомбы, случайно увидели, как неизвестный оставил там труп мужчины. По шраму на грудной клетке сыщики понимают, что человеку была проведена операция на сердце. Похоже, что убили художника Василия Заречного, который вот уже несколько дней не появлялся ни дома, ни в мастерской. Уборщица сообщила, что за две недели до исчезновения между художником и его неизвестным гостем произошла серьезная ссора. Где вы были в понедельник вечером? В понедельник? Художественная комиссия приезжала. 20 человек. Картины мои принимали. Скажите, вы заказали эту гравировку? Да, я. От Сытника следователь узнал, что тот сделал заказ по просьбе товарищей. Они вместе скинулись приятелю на подарок ко дню рождения. Решили выгравировать на зажигалке строки любимого поэта-именинника. А как зовут-то приятеля? Иван Владынин. Между прочим, самый талантливый из учеников нашего мастера. Вот такая жизнь, знаете, у него не задалась. Его в начале 50-х объявили идеологическим диверсантом и посадили. Потом в лагере он кого-то убил в драке, опять пошел по этапу. Его только недавно вышел. Скажите, а Ладынин был знаком с Заречным? Ну, конечно. Это ж по доносу Заречного Ваньку и посадили. Ванька нам все рассказал, когда вернулся. И говорил, что мстить, кстати, обидчику не будет. Правда, вот наказать, вот тут, это да, подлеца обещал. А когда вы в последний раз видели Ладынина? В воскресенье, в кинотеатре. Жовь-здоров. А Заречного? Неделю назад. Мишка, ты что, обиделся, что ли? Прошел мимо, как будто мы незнакомы. Привет. А мы незнакомы. Я тебе вообще больше никогда руки не подам. Ты с дуба рухнул? Ванька все рассказал. Ну, ты и мразь. Сломать жизнь человека ради места в академии. И тюрьма не отучила его трепаться. Из-за слов Ладынина все художники отвернулись от Заречного. Для Василия это был удар не только по репутации. Многие из его однокашников сидели в художественных комиссиях, комитетах, работали в обкоме партии. Вот так дела. А как можно найти этого Ладынина? А он в кинотеатре художником сейчас работает. Афиши рисует. Теперь у следствия появился мотив. 23 года назад Василий Заречный подставил однокашника Ивана Ладынина. Тот вышел из тюрьмы и убил обидчика. Толстых нашел в милицейской картотеке отпечатки пальцев осужденного Ладынина. Они совпали с пальчиками на зажигалке. Художника-оформителя задержали. Что вы делали в понедельник вечером? Дома был, один, спал. К сожалению, этого никто не может подтвердить. Ваша зажигалка? Да, моя. Это подарок друзей. Я ее потерял, не помню, где и когда. В заброшенных катакомбах. Рядом с телом Василия Заречного? Не, Заречного я и пальцем не трогал. Так уже не трогали. Саш, приведи свидетеля. Этого человека вы видели? Да, это он угрожал Василию Михайловичу. Спасибо, подпишите, пожалуйста. Зоя Укупник узнала мужчину, который угрожал расправой Василию Заречному. Спасибо, вы свободны. До свидания. Ну что, дальше будем отпираться? Да что отпираться? Ну, получил один раз по морде, так заслужил. В последний год учебы в художественном училище решалось, кто с курса поедет учиться в Ленинградскую художественную академию. Преподаватели остановили свой выбор на Ладынине. Василий Заречный шел в списке вторым. Товарищи! Все сюда, товарищ Сталин горит! А на следующее утро в компетентные органы пришла анонимка, что это я поджег плакат. Ивана арестовали. К расследованию привлекли его учителя Льва Висберга и всех сокурсников. Как позже понял Ладынин, кто-то из однокашников дал против него обвинительные показания. Вы уверены, что это был Заречный? Да, уверен. Меня посадили и в тюрьме я писал картины для начальника тюрьмы. Зять начальника тюрьмы был родом мистер Гонрога. Он вел мое дело. И он проболтался, что это Васька стуканул. Из-за этого его так лихо. Это Васька. Кто-то еще больше его ненавидит, чем я. На зажигалке, найденной на месте преступления, ваши отпечатки пальца. Есть мотив, есть свидетель вашей ссоры. Поймите, последний раз я его видел неделю назад. И это была довольно странная встреча. Ну что всем медленно, что это я тебя посадил? Ну что я соврал? Это ж ты анонимку, а потом и донос написал. Мне через месяц афорты комиссии сдавать. Обойди всех, скажи ошибся. Иван, к телефону, какая-то женщина. Говорит срочно. Валяй, я подожду. Но когда Иван вернулся на рабочее место, Заречный уже ушел. Разговор закончить они так и не успели. Ну что, это был последний раз, когда я его видел. Поймите, мне нет смысла его убивать. Из-за него я уже отсидел. Зачем оно мне нужно? Из-за какого-то урода сидеть еще раз. В субботу утром из Ленинграда приехала бывшая супруга Заречного, Зинаида Красильник. Михалыч, не отвлекаем. Это Зинаида на опознание по Заречному. А, да. Очень приятно, Краморов. С ней. Патологоанатом на обеде, как удав, соображает медленно, но верно. Присядь. Мы проверили по группе крови, все сходится, но нам нужна помощь. Кроме вас, у Василия нет близких. А это не Вася. Вы уверены? У Васи шрам от аппендицита, а здесь его нет. Что с вами? Даже умереть нормально не может. Я через полстраны летела, а этот развлекается, наверное, в мастерской. В мастерской его нет. Разве она у него одна, мастерская? Адрес. Адрес мастерской вы знаете? Нет, конечно, откуда я знаю. У него там альберты, натурщицы голые, вино. Зачем ему там жена? Никогда мне его не говорил. Чтобы выяснить, куда ездил Заречный за вдохновением, следователю пришлось еще раз тщательно осмотреть мастерскую художника. Следователь обратил внимание, что в работах Василия повторяется один и тот же пейзаж. На картинах, вот, например, на этой, в правом нижнем углу стояла сигнатура, подпись художника. Крутояр, художник Заречный, июль 72. В сельсовете близлежащей станицы Толстых выяснил, что в хуторе Лебяжинском есть дом, который снимал Заречный. Мужики, я попробую. Есть. В тайной мастерской Заречного тоже не нашли. Соседи рассказали следователю, что не видели Василия уже несколько месяцев. По их словам, последние разы художник появлялся в доме с красивой женщиной. Отпечаточки постарайтесь найти. Все будет наше. Шершеля Фамша, говорится. Да. Валентин Николаевич, а вы за этой жарочкой посмотрите. Там поинтереснее картины будут. А вот и его натурщица. Да, фигура хорошая. Не туда смотришь, Санек. На лицо смотри. Ориентировку надо составлять. Лицо. Лицо. Да, но дачу мы уже продали. Хотя новые хозяева позволили нам здесь дать леду пожить. На Татьяну Липмана она похожа. Один в один. Жену ювелира? Да. Где Татьяна и Марк Липман? Нет их здесь. Следователь Толстых, кто вы будете? Я Римма Давыдовна, тетя Марка. Да я и вчера здесь была, а он выходить не захотел. А был дома, соседка подтвердила. А с родной тетей обняться на дорожку не пожелал. Это как? Здравствуй, Танечка. На силу добралась до вас. Автобус у вас просто ужас. Римма Давыдовна, Марка нет дома. А, ну так я подожду. Римма Давыдовна, Марк вас очень любит, как родную маму. Но мы уезжаем, и он не хочет, чтобы у вас были проблемы. Идите-ка домой. Понятно. До свидания. До свидания. Не узнаю я своего племяша. А сигары-то знакомые. Мы их видели в мастерской у Заречного. Марк курил такие же сигары. Да Марк вообще не курил. Он и на дух-то не мог выносить этот дым. Где Марк планировал остановиться перед вылетом в Вену? Ну, у нас в Москве есть знакомые. А знакомых можно поподробнее? Имена, фамилии и адреса. Ну, я там, да-да, я вам сейчас продиктую. Ну, первое, это, конечно, Доронин и Евгений. Римма Давыдовна, проходите. Вот, тело. Это он, мой Марик. Шрам на плече. Это он... Это он с лишней упал. А там на правой руке... Это он с хулиганами подрался. Два подростка, спустившись в таганрогские катакомбы, случайно увидели, как неизвестный оставил там труп мужчины. По шраму на грудной клетке сыщики понимают, что человеку была проведена операция на сердце. По первой версии убит художник Василий Заречный. Причиной убийства могла быть месть старого приятеля художника Ивана Ладынина, который отбывал долгий срок в лагерях по доносу Василия. Бывшая жена Заречного не опознала в трупе своего мужа. Появляется новая версия. Убитым может быть ювелир Марк Липман, который ожидает эмиграции из Советского Союза. Родная тетка опознает тело своего племянника. За что же его так? Кто это сделал? Обещаю, мы это выясним. У друзей и знакомых Заречного сыщики выяснили, что до операции на сердце тот был заядлым курильщиком. После операции врачи строго запретили ему курить, но художник не мог бросить и выбрал для себя сигары. Да, они крепкие, но курить их можно меньше, говорил Заречный приятелем. Эксперт подтвердил, слюна на окурках из мастерской Заречного и слюна на окурках с дачи Липманов идентичны. Теперь Толстых на 100% был уверен, что под маской Марка Липмана скрывается Василий Заречный. Ни по одному из адресов, указанных теткой ювелира в Москве, пару не нашли. Их арестовали перед отлетом в Вену прямо в аэропорту. Уже на следующий день подозреваемых доставили в Таганрог. Василий Заречный на допросах молчал, и следователь решил разговорить Татьяну Липману. Ну что, Татьяна, давайте начнем с простых вопросов. Когда вы познакомились с художником Заречным? Васю и Марк оперировали в одно время, и они лежали в одной палате на соседних койках. Вася мне сразу понравился. Нормальные люди в таких случаях разводятся, а не убивают. Вы не понимаете, это Марк меня на это толкнул. Потому что он виноват у смерти моего сына. Здравствуйте. Ой, здравствуй, Сереженька. Ну как твои дела? Привет, милая. Нормально. Мне нужно с тобой поговорить. Сейчас. Мам, это такое дело, мне снова нужны деньги, три тысячи. Снова? Так, Маш, в свою комнату. Марк, нам нужно поговорить. Ой, вы знаете, у меня же там чай не кипит. Я сейчас свеженький заварю. Хорошо. Марк, ему снова нужны деньги. Сколько? Три тысячи. С ума сошла! Ему 16 лет, а он проиграл три тысячи. Что дальше? Был бы это твой родной сын, ты бы так не говорил! А вот через неделю Сереженьку... Сереженьку... Сереженьку сильнее сбили. В тот вечер, когда побили 16-летнего сына Татьяны, пенсионерка выгуливала в парке свою собаку. Так женщина и стала свидетелем трагедии. Иди сюда! Ты долго бегать будешь? Продул бабло на базу! И все дам. У тебя два дня. Молоток. А еще пацаны просили тебе пистонов прописать, чтобы ты понимал, как все серьезно. Подростка забрали в больницу, где ночью от полученных травм он скончался. Это все из-за Марка, из-за его черствости. Поначалу я думала... Пусть все уляжется, забудется. Именно тогда любовник предложил Татьяне избавиться от мужа, а она из чувства мести согласилась. Это как шрам на сердце. Навсегда. Татьяна Липман рассказала, что ее муж по прилету в Вену хотел сразу же лететь в Штаты. Так делали многие, имея на руках право на въезд в Израиль. Писали в американское посольство просьбу о политическом убежище. Для жизни в США ювелир переправил свои деньги через железный занавес. Марк оставил знакомым в Союзе 100 тысяч рублей и должен был забрать у их родственников в Сан-Франциско 100 тысяч долларов. На денежки позарились, товарищ художник? Вот показания Татьяны Липман. Она во всем созналась. Ах, Таня Танечка. Василий, у нас все факты, на руках. И вы лично разговаривали с нашим оперативником, выдавая себя за Липмана. А я все расскажу. Не такой он золотой, этот ваш Липман. Сначала я хотел его просто убить. Просто убить мужа моей любимой женщины. Но потом мне в голову пришла другая идея. Марк Львович, вам поберегти себя надо. Нельзя вам так долго на солнце. И, кстати, вот ваш огонек. Возьмите, пожалуйста. Благодарю. Из-за шрама, очков и шляпы почтальон принял меня за Липмана. И вы решили выдать себя за ювелира и по его документам улететь в Сан-Франциско. Да, риск был. Но со мной ведь Танюшка. Она ведь подтвердит, что я ее муж. И у знакомых деньги заберет. Сто тысяч. Лакомый кусочек. А как вы Ивана Ладынина втянули в эту историю? Он сам напросился. Иван Ладынин – это мой однокурсник. Он возник в моей жизни снова за две недели до убийства Марка Липмана. Он открыто угрожал мне. Рассказал всем общим друзьям о том, что это я его упрятал за решетку. Лучшего кандидата на роль убийцы в инсценировке собственного убийства найти было тяжело. Я был уверен, что тело Липмана не найдут. Но на всякий случай я решил подстраховаться. Иван, к телефону. Какая-то женщина. Говорит срочно. Валяй. Я подожду. Иван Липмана. Девушки. Иван Липмана. Иван Липмана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я попросил Татьяну, и она позвонила Ивану в условленное время. Он вышел, и я забрал зажигалку. Как вы убили Марка? Татьяна сказала мужу, что я куплю один из их старинных афортов. Марк знал меня уже по больнице, поэтому подозрения у него это не вызвало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Василий. Меня к вам Танечка прислала. Ваша жена такая умница. Я вам просто завидую. Показывайте. О! Великолепно. Ну что, как договаривались? Полторы тысячи? Ну, вы же знаете цену. Хорошо, тысячи семьсот. Реально она стоит дороже. Будет по-вашему. Две тысячи. Она того стоит, поверьте. Да-да, я знаю. Конечно же. Пожалуйста. Не-не-не, деньги с счет любят. Пересчитайте, пожалуйста. Пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я порезал себе палец, чтобы в случае чего в целлофане была моя кровь и отвез тело Марка в катакомбо на собственного москвича. А возле тела бросили зажигалку с отпечатками Ивана Ладынина. К Липманам Заречный приехал поздно ночью на такси. Татьяна помогла ему перевоплотиться в ее мужа. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Опять за свое. Горбатого могилу исправят. Горбатого могилу исправить, где следует... Горбатого могилу исправить. Я бы хотел сейчас улететь. Горбатого сухарства Семен Егорович Дашкевич, 1902 года рождения. Белорус партизанил. После освобождения Белоруссии воевал в пехотной части 2-го Белорусского фронта. Дошел до Берлина. Награжден Орденом Славы 3-й степени, медалью партизану Отечественной войны 1-й степени. После войны Дашкевич переехал в Бучу под Киев. Работал наладчиком деревообрабатывающего оборудования в лес-промхозе. Когда утром бригадир послал работника домой к Дашкевичу выяснить, почему тот не вышел на работу, посыльный обнаружил, что Дашкевич убит. На место происшествия прибыла группа Киевского уголовного розыска во главе с начальником оперативного отдела Дмитрием Петровичем Сухенко. Убит выстрелом грудь из охотничьего ружья. Дробь крупная, около 6 мм. Волочек артеч. Время смерти? Накануне около 10 вечера. Странно, что никто из соседей звук выстрела не слышал. Там еще новые соседи подошли. Пойдем опросим. Я уже говорила вашим товарищам, что вчера вечером наш местный оболтус Юрков гонял на своем мотоцикле. А у него дрэндулет грохочет. Трещит, как сумасшедший. И стреляет. Да, собаки такой гвалт подняли, полночи успокоить не мог. Хорошо, разберемся. Где этого хулигана найти можно? А я показать могу. Тут рядом. А по-моему уже нашли. Это он? Он, черт, я утродие. Я тебе твой мотоцикл топором порубаю. Товарищ, вы вчера вечером проезжали мимо дома Дашкевичем? Ну, проезжал пару раз. Из клуба в магазин, потом девчонок по домам развозил. Ты что с своим дрэндулетом так шумишь? Так глушитель прогорел, руки не доходят. Руки не доходят? Да из-за твоего дрэндулета никто вечером выстрела не слышал на улице. А ну заведи. Напишешь все на бумаге, во сколько и сколько раз приезжал мимо дома Дашкевичем? Вчера вечером на улице кто-то Дашкевича видел? Нет. Они с Антоном Стасиком вдвоем выпивали у Дашкевича дома. Отмечали дату начала войны. Друзья? По жизни вместе. Сперва вместе партизанили, потом в одной части служили вместе, ну и за воротник закладывали тоже вместе. А где живет? Да вот здесь рядом через три хаты. Егерем работает. Егерем? Так значит у него ружишка дома имеется. Приходь-ка, пошли. Они, значит, к нам в бучу по разнарядке в сорок шестом попали. Ну, поселились по соседству. Ну, иногда выпивали вместе. Ну, так, по праздникам, по этим, по датам памятным. Иди за Сухенко и криминалистов зае. Стасюка удалось разбудить с большим трудом. На, выпей. После вчерашней пьянки он плохо соображал. Мужик, ты кто? Белая горячка. Павел, патроны посмотрите, пожалуйста. Мужики, что происходит? Вы кто? Уважаемый, ничего не хотите рассказать нам? Нет. Патроны шестнадцатого калибра. Волчий картечь. Свежий запах пороховых газов. Из ружья недавно стреляли. Кто стрелял? В брендил, что ли? Сядь! Будешь гореть, когда тебе скажут. В патроннике стрелянная гильза. Стасюк, вы вчера вечером выпивали с Дашкевичем? Выпивал. Дашкевич может подтвердить. И что? Много выпил? Много. Дальше что было? Ничего не было. Я как понял, что хватит, ушел. Руки давай. Вставь. Хорошо. Криминалист Власов снял отпечатки пальцев Стасюка, чтобы сравнить их с теми, которые остались на ружье. На место. Гражданин Стасюк, вчера вечером Дашкевич был убит выстрелами из охотничьего ружья. Вы это понимаете? И отпираться бесполезно. Семка убит? Да вы брешете. Это что же получается, вы меня подогреваете? Я гляжу, ты быстро трезвеешь. Да вы поймите, не мог я в Семку выстрелить. Папиллярный рисунок на ружье и отпечатков совпадают. В других отпечатках на ружье нет. Ружье, стрельную гильзу, отнесу в лабораторию. Поведу, закончу в Дашкевича, потом приду обратно. Хорошо, Фанасыч. Подозреваемый сообщил, что 22 июня вместе с Дашкевичем они поминали близких боевых побратимов. Вспоминали войну. Из-за этого и повздорили. Дашкевич был в подавленном настроении. Полгода назад он закончил писать военные мемуары. Семен и Антон вместе отвезли их в редакцию журнала, но публикация так и не вышла. Первое время Дашкевич звонил в редакцию, а потом плюнул. Во время застолья Стасюк пытался урезонить друга. Мол, хватит вчерашним днем жить, погибших не вернешь. Так свихнуться недолго. Семен полез в драку, но быстро опомнился. Застолье продолжилось. Когда закончили пить, Стасюк не помнил. Все факты указывали на убийство в состоянии алкогольного опьянения. Но опытному оперу-полномоченному Сухенко не давало покоя одно обстоятельство. Очень умно и осторожно действовал убийца. Дождался, когда будет ехать мотоцикл. Его грохот заглушил звук выстрела. Обычно пьяные люди действуют импульсивно, в порыве гнева. Конечно, мотоцикл мог в это время проезжать и случайно. Но все уж слишком гладко получилось. Осматривая место преступления, Власов обнаружил на столе липкие пятна. Липкие следы третьего стакана. Дашкевич и Стасюк пили медовуху, спирт, разбавленный с медом. Выходит, был третий собутыльник. Скорее всего. Не было третьего. Не было третьего. Третий стакан я для земляка поставил. Он не пришел. И Семен запрятал его в буфет. Товарищи, кто-нибудь видел, как вчера вечером Стасюк возвращался домой? Спустя полчаса прибыл начальник леспромхоза Остап Кондратович Мищенко. И его заместитель Иван Гаврилович Каминский. Капитан уголовного розыска. Дмитрий Сухенко. Мне кажется, произошло недоразумение. Не мог Антон убить Семен. Фронтовая служба, она крепче железа. Следствие разберется. Разберитесь, я прошу, я требую, чтобы вы тщательно разобрались. Чтобы невинные люди не были наказаны. Не волнуйтесь, невиновные они будут наказаны. Вы поймите нас право. Мы здесь как одна семья. Я Антона с 43-го года, знаю, мы в одном партизанском отряде бок о бок воевали. Я должен был вчера быть вместе с ними. Они меня пригласили. Но я устал, Чертовский, решил дома остаться. И вот, если бы я с ними вчера был, может, удалось бы избежать трагедии. Все, тороплюсь. У меня к вам просьба, не арестовывайте Стасюка под мою личную депутатскую ответственность. Разберитесь хорошенько. Пока не получили результаты в экспертизы, оставлю под подпиской о невыезде. А вы, Иван Гаврилович, останьтесь на всякий случай. Да, конечно. Завершив осмотр дома, криминалист Власов переместился во двор. Тут он обнаружил на земле след мужской туфли. Кинолог Гвоздиков дал понюхать след овчарки. Рекс орванулся в сторону дома Стасюка. На пороге земляной след. След от туфли. Такой же, как в доме Дашкевича. Получается, кто-то проникал в дом Стасюка. Пустой номер. Затоптали себе. Вечером 23 июня 1955 года пришли результаты экспертизы, которые окончательно подтвердили. Дашкевич убит из охотничьего ружья Стасюка. На орудии убийства выявили только отпечатки пальцев владельца. Но арестовать егеря не успели. Ранним утром 24 июня труп Антона Стасюка нашли около Бучи на проселочной дороге, ведущей к леспромхозу. Грузовик. Судя по следам протектора, здесь пять. Выскочил из-за крутого поворота. Видимость ограничена. Внутренние органы в смятку. Удар пришелся вбок и в височную кость. Павел Ефремович, я так понимаю, время смерти 18.55? Судя по разбитым часам, скорее всего, да. Разбились от удара о бампер. Значит так, коллеги. Опросите соседей с окраинных улиц и уточните, какие машины проезжали мимо их дворов. Проверьте гаражи, автобазы и оперативно. Есть. Есть. Оперуполномоченные УГРО опросили местных жителей. Те вспомнили, что ЗИС-5 проследовал в сторону леса около 18.40. В диспетчерской автобазе, которая обслуживала лес-промхоз, подняли путевые листы. Выяснилось, что последним в гараж вернулся водитель Олег Завьялов. Он отметился в журнале в 19.25. Сыщики осмотрели его ЗИС-5. На колесах и передней части машины обнаружили едва заметные, кое-где затертые бурые пятна. Экспертиза определила кровь второй группы. Такая же группа крови была и у Стасюка. След протектора с места аварии полностью совпал с протектором шин Завьяловского грузовика. Да, это я сбил. Но, понимаете, там расстояние 2 метра. Я просто не успел среагировать. В своем доме застрелен работник лес-промхоза, ветеран войны Семен Дашкевич. В вечер убийства он выпивал со своим товарищем по партизанскому отряду Антоном Стасюком. В доме Стасюка оперативники нашли ружье. Экспертиза показала, что это то самое оружие, из которого застрелили Дашкевича. Отпечатки пальцев на нем принадлежат хозяину дома. Но мужчину задержать не успели. Его тело нашли недалеко от дороги. Его сбила машина. Личность водителя оперативники установили быстро. Олег Завьялов. Да, это я сбил. Но, понимаете, там расстояние 2 метра. Я просто не успел среагировать. Он же сам бросился под колеса. Из-за поворота. Сам. Я так полагаю, что специально. Ну да, он сам прыгнул по колесам. А ты не виноват. Я ехал со скоростью 20 километров в час. Удар был не сильный. Я подумал, что сшиб, глянул, а он не шевелится. Ну я и... И ты уехал. Искугался. У меня ребенок недавно родился. А два месяца назад был суд. Несильно ударил женщину машиной. Отделался штрафом. На второй раз бы не простили. Вот я и подумал. Зачем я из-за какого-то дурака, который решил покончить жизнь самоубийством, отвечать теперь? Ну да. Место тихое. Кругом не душим. И ты думал, никто не дознается. Распишись. Но если твои показания кажутся липой, пеняй на себя. Богом клянусь, не вру. Приходь-ка. Вези его в судебно-медицинское бюро. На обследование алкоголем. Да я был трезвый. Стань. Дочкой клянусь. Что у тебя? Да вот провел вскрытие Стасюка. Есть несостыковочки. Дело в том, что у Стасюка перелом основания свода черепа. Удар был сверху тупым тяжелым предметом. Чтобы получить такие увечья, приведшие к смерти, Стасюк должен был стоять на четвереньках, наклонив голову вперед. А Завяло утверждает, что Стасюк бросился под автомобиль сбоку. То-то и оно. Я считаю, что необходимо произвести следственный эксперимент. Давай! Из кабины ощущение, что он сам под колеса бросился. Видите? Не мог я избежать удара. Однозначно. В момент наезда Стасюк уже был мертв. Скажи, что-то нашли. Трава примята, капли крови, разбитое стекло. Линза от очков. От очков? Да. А Стасюк очки не носил. Ну, вероятно, оказал сопротивление, разбил убийцы очки. У Сухенко практически не оставалось сомнений. Смерти Стасюка и Дашкевича связаны между собой. И, возможно, совершены одним и тем же человеком. Группа крови на кустарнике совпала с группой Стасюка. Диоптрия найденной сферической линзы – минус пять. Осколки стекла имели различную кривизну по горизонтали и вертикали. А это свидетельствовало о том, что линза астигматическая. Подобный дефект зрения наблюдался всего у 10-15% страдающих близорукостью людей. В оптиках Буча, Киева и близлежащих городов Киевской области стали выяснять, кто заказывал астигматические линзы минус пять. Таковых набралось четыре человека. Личности троих клиентов установили быстро. А вот четвертую женщину среднего возраста идентифицировать не удалось. Сухенко приказал оперуполномоченным пообщаться с врачом из медпункта лесхоза и окулистом Бучанской поликлиники. Установить, кто из знакомых коллег Дашкевича и Стасюка страдает астигматической близорукостью. Возможно, с этими людьми у умерших были конфликты и ссоры. Аккурат в ночь на двадцать четвертая, ну, когда Антона сшибло, я вышел на крылечко подыметь. Гляжу, а в доме Дашкевича фонарик не ртул. Я тогда подумал, что мне в темноте привиделось. И потом всю дорогу волновался, переживал, что сразу вам не сообщил. Пломба-то целая? Целая. Идите сюда! Ну, хитро. А это, чтобы не было слышно звона разбитого стекла. Идем в дом. Шкаф с вещами не тронулся. Видимо, визитера интересовали только бумаги. А здесь раньше отрывной календарь висел. Дашкевич его в качестве записной книжки использовал. Точно. Весь исписан фамилиями и номерами телефонов. Видимо, взломщик его с собой унес. А что, если искали рукописи? Ну, зачем? Стасюк рассказывал о военных мемуарах Дашкевича. Он их мечтал опубликовать в каком-то журнале. Да-да, он еще звонил в редакцию. Узнавал, когда напечатают рукопись. Нужно связаться с газетными и журнальными редакциями. Выяснить, куда Дашкевич отдавал рукописи. У Семена не было домашнего телефона. Логично предположить, что звонить в редакцию он мог с работы. Секретарь директора леспромхоза Мищенко подтвердила, Дашкевич неоднократно звонил в какую-то редакцию. После разговора уходил в расстроенных чувствах. Номер женщина не запомнила. Вроде бы начинался с буквы А. Да, именно с буквы. Мы привыкли, что современные телефонные номера состоят только из цифр. А в Советском Союзе вплоть до 1968 года существовали буквенно-цифровые номера. Использовали 10 первых букв алфавита, кроме З, из-за ее сходства с тройкой. Фраза «это не телефонный разговор» стала крылатой. Советские граждане предпочитали не обсуждать по телефону подробности личной жизни, опасаясь прослушивания. В СССР домашний в 50-е годы стационарный аппарат считался роскошью. В среднем на миллион жителей было 50 тысяч номеров. Чаще пользовались уличными таксофонами. Они были установлены практически в каждом переулке. До денежной реформы 1961 года 3 минуты общения стоили 15 копеек. Считается, что первый мобильный телефон был создан в 1973 году специалистами концерна «Моторола». На самом же деле еще в 1957 году советский инженер Леонид Куприянович получил авторское свидетельство на радиофон ЛК-1. Аббревиатура из первых букв имени и фамилии изобретателя. Аппарат имел наборной диск, на передней панели весил около 3 килограммов. Ресурс разговора 7-8 минут. Соединение с абонентом осуществлялось через обычную городскую АТС. Как и большинство изобретений советских ученых, разработку засекретили. На базе радиофона ЛК создали милицейские радиостанции, портативные телефоны правительственной связи. Но вернемся к нашему делу. Военные мемуары Дашкевича отыскались в архиве литературно-художественного альманаха «Советская Украина». Редактор журнала сообщил, что материал сырой, написан неграмотно, поэтому рукопись и не опубликовали. Коллеги, оказывается, осенью 43-го на явочной квартире гестаповцы арестовали Дашкевича. Его пытали. В своих воспоминаниях Дашкевич описал подробности своего расстрела. Стрелял в него крепкий мужчина. Что ты медлишь, мразь? Стреляй! К счастью, пуля прошла в сантиметре от сердца. Семен потерял сознание. Ночью Дашкевич откопался и дошел до леса, где его подобрали местные жители. Два месяца провел между жизнью и смертью, но все-таки выкарабкался. Он здесь пишет. Особенно врезалась память надменное лицо человека, который в меня стрелял. На мизинце правой руки, сжимающей пистолет, осуществовала фаланга... Говоришь, мизинца не было. А у Каминского, который партизанил Стасюком, тоже нет участия мизинцев? Не верю в такие совпадения. Каминский страдает астигматизмом. Зрение минус пять. Так давайте, ОВЗ, нам поговорить. Нет, Иван, рано. Да и фактов нет. Версия, скажем так, притянута за уши. А после войны беспалых мужиков хватает. А ну-ка сейчас, коллеги. А вот она. Сотрудница оптики, которая продала астигматические очки минус пять, рассказала, что купившая право женщина выяснила дорогу до электрички. Выходит, что? Не местная. А Каминские переехали в Бучу недавно. Разрешите фото жены Каминского. Покажите в оптике. А чем черт не шутит, а? Оперативная группа выяснила, что Каминский, Дашкевич и Стасюк партизанили в одних лесах. Возможно, тайну смерти Семена и Антона нужно искать в военном прошлом. В сентябре 1943 года стоянку отряда, в котором состояли Стасюк и Каминский, сдал неизвестный предатель. Он указал гитлеровцам проход по болоту. Во время карательной операции Каминского взяли в плен. Через месяц его отправили в концлагерь Заксенхаузен. В апреле 1945-го лагерь освободили советские войска. Вот тогда и вскрылись чудовищные факты зверств лагерной администрации. Концентрационный лагерь Заксенхаузен располагался в 30 километрах от Берлина. Самый известный его узник Яков Джугашвили, сын Иосифа Сталина. Немцы пытались обменять его на фельдмаршала Паулюса. Но получили отказ. Яков погиб, бросившись на заградительную проволоку с электрическим током. Заксенхаузен еще называли фабрикой смерти. В спецблоке Z нацистские медики изучали воздействие малярии, намеренно заражая узников лагеря, проводили эксперименты по применению галлюциногенов, испытывали психостимуляторы первитин. Всего в Заксенхаузене погибло больше 100 тысяч человек. О подозрении, что Каминский мог сотрудничать с оккупантами, Сухенко доложил начальнику уголовного розыска подполковнику Сомову. Разрешите? Да, проходи. Интересно. Очень интересно. Изменники родины. Это прерогатива Смежникову. Нужно ставить их в известность. Ну, допустим, факт измены пока не доказан. Но доложить нужно. Тут я с тобой согласен. Я лично этим займусь. А ты продолжай расследование и держи меня в курсе дела. Слушаюсь. Товарищ подполковник, я подготовил запросы в Белоруссию по поводу архивов агентов гестапо и в Москву, в архив Минобороны. Ну, присаживайся. Интересует, сохранилась ли картотека узников за Кенхаузеном, которые сотрудничали с администрацией концлагеря. Особая примета отсутствия у агента фаланги мизинца на правой руке. Ответ можно ждать и месяц. А время идет. Что в планах? Допросить Каминского, усилить наблюдение. Действуй. Если что, людьми помогу. Слушаюсь. Разрешите идти? Идите. В своем доме застрелен работник леспромхоза, бывший партизан Семен Дашкевич. Подозрение падает на его лучшего друга Антона Стасюка. Задержать Антона не успевают. Его находят мертвым недалеко от проселочной дороги. На первый взгляд все выглядит как смерть от наезда грузовика. Но сыщики выясняют, мужчину бросили под колеса уже мертвым. Становится известно, Дашкевич в 43-м попал в плен к немцам. Его расстрелял человек без фаланги мизинца. Тогда Семен Чудом остался жив. Капитан Сухенко вспомнил, у заместителя начальника леспромхоза, в котором работали убитые, отсутствует мизинец на правой руке. Я возмущен самим фактом этого допроса, понимаете? Ну да, я разбил очки, попросил жену купить другие. Что в этом криминального? Почему вы не пошли в гости по приглашению Стасюка? Я уже говорил, устал и решил дома остаться. Кто-то может подтвердить? Может быть, вы? Но меня дома не было. Я 21 июня отвезла дочь к родителям под агентство и вернулась 23-го. Присаживайтесь, пожалуйста, чайник. Ну? Значит, алиби у вас нет. А где вы были 24-го? День убийства Стасюка. Тоже был дома. Да, Иван дома был. В кабинете работал. Около 6-ти вечера он заперся и освободился часом к восьми. Я отчеты готовил. Радио слушал. Назовите исполнителя. В 6 часов вечера концерт стали транслировать и там Авдеева назначай поскорее свидание. Зимний вечер в исполнении Михайлова. Липу вековую пела Нина Русланова. Хорошо. Ознакомьтесь и распишитесь. И до конца следствия за пределы Бучи не выезжать. Сотрудники Киевского радиодома проверили информацию. Песни совпали. Кроме одной. Липы вековой. В начале часа диктор объявил программу концерта и огласил фамилию певицы Нины Руслановой. Но громзапись оказалась поврежденной и в последний момент поставили песню в исполнении Ивана Козловского. Каминский продолжал настаивать, что он не виновен, а улики косвенные и притянутые за уши. Но вскоре пришел ответ из Министерства обороны с фотокопией досье на агента концентрационного лагеря Заксенхаузен по прозвищу Штумель. Среди прочих бумаг в досье были отчеты и записи Йозефа Кирша, штурмбаннфюрера СС, который в Заксенхаузене курировал внедренных агентов. Узнаете кого-нибудь из этих людей? Матюрлих, это агент Штумел. В середине 44-го мне его доставили из Смоленской диверсионной школы Аббера. Его готовили для заброски в СССР, но он не сдал экзамен. И Аббер избавился от него. Как это по-русски неликвид. А вот для Кирша агент оказался настоящей находкой. Каменский сумел внедриться в подпольную организацию Заксенхаузена. Сообщал о планируемых побегах и саботажах. Смотри, смотри, мразь. Узнаешь себя? Все. Теперь не отвертишься. любой срок только бы в живых оставили. Рассказывай. Во время войны я служил у немцев. 22 июня Стасюк пригласил меня в гости к своему товарищу. Я пришел и увидел, что этот товарищ это партизан, которого я расстреливал в 43-м году. Хай, Хитлер! После того, как Каминский расстрелял партизана и немцы сняли казнь на фото, офицер гестапа сообщил, что агенту организует побег. Его задание внедриться в партизанский отряд. Мане приложу, как вы вышли. Дальше. Когда увидел партизана, первая мысль была бежать. Но что жене говорить? Мы только переехали. Я так долго добивался этого места. Да и не отпустят сразу. Две недели надо отрабатывать. В общем, решил убить Дашкевич во второй раз. Зная, что Стасюк работает егерем и должен иметь охотничье ружье, Каминский проник к Антону в дом, нашел ружье, патроны, старые вязаные перчатки. Куда ж теперь иди, сон? Ты? На следующий день, после того, как уехала оперативно-следственная группа, Каминский якобы случайно встретился со Стасюком. Он хотел знать подробности расследования. Спрашивал, чем интересовались милиционеры. Во время разговора Стасюк обмолвился, что собирается в Киев, хочет забрать военные мемуары Дашкевича у редактора журнала. Все равно их не печатают, а так хоть память о друге останется. Это известие вызвало панику Каминского. Название журнала Стасюк не знал, лишь наглядно помнил, каким транспортом добирались и как выглядит здание. У Каминского не оставалось выхода, как убить Стасюка. Каминский туманно намекнул, что догадывается, кто мог убить Семена Дашкевича. Они со Стасюком договорились о встрече в 18.30 на лесной развилке подальше от любопытных глаз. Вернувшись домой, Каминский запомнил сообщение диктора о программе концерта. В 18.05 выбрался из дома через окно и подался в лес на встречу со Стасюком. Что говори? Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А календарь когда забрал? Когда я Стасюка убил. Жена уснула. Я проник в дом Дашкевича. Все думал, вдруг остались какие-то рукописи, бумаги. В перекидном календаре обнаружил телефон редакции Альманаха Советская Украина. Осталось только рукопись собрать. Да не успел. Не успел. И не успеешь. Вина Ивана Каминского в двойном убийстве была полностью доказана. Расследованием по факту измены родине занимался Комитет Государственной безопасности. Суд приговорил нацистского пособника к исключительной мере наказания расстрела. Каминский подал апелляцию в Верховный суд СССР о помиловании. Но вердикт оставили в силе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok